Добро пожаловать на просмотр видео. Думаю, многие из вас задавались такими вопросами. А чем же отличается ВАЗ-2121 от ВАЗ-21213? И какая из этих НИВ лучше? Сейчас я обо всём расскажу и помогу с выбором. Но перед тем, как перейти к поиску отличий, немного историй. 5 апреля 1977 года первая НИВа, а точнее ВАЗ-2121, стала на конвейер для серийного производства. И уже аж в 1994 году НИВа обновляется, так скажем, до версии ВАЗ-21213. Если самыми простыми словами, то ВАЗ-2121 старее, чем ВАЗ-21213. Вот и вся история. На самом деле отличий много. Они и во внешности, и в салоне, и в характеристиках. Начну с внешки. Самая отличаемая сторона машины – это задняя часть кузова. Фонари приобрели вертикальное положение и были видоизменены. Благодаря чему удалось увеличить заднюю дверь простыми словами крышку багажника. Загружать вещи стало гораздо проще. В обновлённой версии НИВа были убраны боковые форточки, которые можно было распахнуть вручную. А также у них отличаются колёса. С внешкой разобрались. Можно забраться в салон. Тут изменений ещё больше. Новая приборная панель, торпеда, руль и сиденье. Кладельцы НИВ говорят, что отопление в салоне стало лучше. А некоторые наоборот. Что оно якобы стало ещё хуже. А теперь, так скажем, взглянем на изменения в характеристиках. В старой 2121 двигатель был на 1,6 литров, а в новой стал на 1,7. Разность мощности около 5 лошадиных сил. Также тяга на низах у 21213 выше, а расход топлива ниже. Но, по мнению некоторых владельцев, всё в точности наоборот. Помимо всего, возросла тепловая нагрузка на двигатель. Соответственно, риск перегрева стал выше. Что касается КПП, то в обновлённой версии НИВы стало 5 ступеней переключения передач. Раньше было 4. И опять же, если склоняться к мнению владельцев, то 4-ступенчатая коробка передач была куда надёжнее. Ну и последнее отличие. В новой НИВе была понижена вибрация. В мотор-деподже мощность двигателя отличается на 2 лошадиных сил. И максималка у вас 21213 на 11 км в час больше. Разница в цене 20 тысяч. Ну и осталось решиться с выбором. Если отталкиваться от мнения реальных владельцев, то новая версия НИВы не особо отличается от старой. В некоторых моментах она ей даже уступает. Но согласитесь, новая машина есть новая машина. На ней ездить приятнее, с деталями проблем должно быть меньше. Поэтому покупайте, чего же вы от душа. Лично я бы выбрал новую НИВу. Так как в игре я плевать хотел на то, какое у неё отопление, надёжность КПП и риск перегрева. Думаю, этот ролик оказался для многих полезным и познавательным. Какая НИВа и главное, почему вам больше понравилось, пишите в комментариях. Ну и за одним черкните, стоит ли ещё выпускать подобное видео. Там есть ещё 2105 и 2107 и много чего ещё. С удовольствием почитаю. До конца видео осталось 20 секунд. За это время можешь выбрать какой-нибудь ролик на канале или подписаться. Встретимся в следующем видео или на стриме.